Приветствую тебя коллега на очередном уроке. Это будет такой итоговый урок, на котором мы подведем промежуточные итоги этого курса. И вы получите несколько практических рекомендаций, как лучше организовать работу. Итак, коллега, в рамках этого урока вы узнали о трех способах приглашения. О двух способах мы поговорили подробно. Третий способ я сказал, что он есть, но он более технически сложный. Первый способ приглашения это приглашать по вашей личной ссылке на наш командный сайт. На котором либо лежит запись проведенного эфира, либо идет эфир со специалистом. Схема работы очень простая. Вы регулярно отправляете заинтересованных людей на этот сайт. Благодаря качественно проведенному вебинару, благодаря тем призывам, которые делают выступающие, связываться с вами, как с пригласившим вас человеком. Зрители вебинара заполняют эту контактную форму, которую я сейчас снова сделал открытой для удобства его заполнения. И вы получаете анкету заинтересованного человека, которую в дальнейшем нужно обрабатывать. Как это делается, поговорим в отдельном уроке. Приглашение на командный сайт это наиболее простой способ приглашения, который не потребует от вас каких-то сложных действий. Это способ очень просто повторяемый. У этого способа есть свое развитие. То есть вы можете в дальнейшем использовать программы, которые будут массово размещать вашу ссылку в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. Вы можете использовать платную рекламу. Приглашать на командный сайт это очень понятное действие. То есть есть реклама и есть ссылка на сайт, на который с этой рекламы надо перейти. Все. Только поэтому этот вариант работы легко автоматизируется и легко поддается платной рекламе. Приглашать на командный сайт вы можете всеми способами, которые мы рассмотрели в рамках этого курса. И через рекламные посты на личной страничке в группах. Вы можете и должны однозначно использовать личную переписку, приглашая людей на сайт. Вы можете использовать мессенджеры. Вы можете использовать личные встречи, разговоры по телефону. Все эти методы работают. И всеми этими методами вы можете приглашать на наш командный сайт. Только поэтому с этого способа я вам и рекомендую начать. Второй способ приглашения, который мы подробно рассмотрели в рамках этого курса. Это более трудозатратный способ. Это способ, который крайне сложно автоматизировать. Тем более он не поддается платной рекламе. Потому что это ручная обработка каждого человека. То есть я говорю о личных приглашениях в процессе личной переписки с человеком. И когда вы этого человека приглашаете непосредственно на наш групповой разговор к нам в комнату Zoom. Это очень эффективный способ замотивировать человека, когда он становится частью общего разговора. Этот вариант, который можно сравнить ближе всего к личной встрече, например, в привычном вам офисе. Мы получаем близкий по эффективности результат. Но этот способ более трудозатратный. Этот способ, конечно, потребует от вас уже личностных качеств. Потому что однозначно здесь придется уже с людьми общаться, отвечать на их вопросы, заинтересовывать их. Это способ, который доступен людям, которые способны ввести, выстраивать диалоги. Делиться какой-то информацией, заинтересовывать людей. Этот способ невозможно практически автоматизировать. Этот способ не поддается платной рекламе. Это ручная работа. Но способ очень эффективный. И третий способ, о котором я вам немножко рассказал. Это способ, которым я сейчас активно пользуюсь. Это способ собрать заинтересованных людей в списке почтовых рассылок, в списке чат-ботов. И затем в момент прямого эфира сделать по этим людям целевую рассылку, пригласить их на наш вебинар. Об этом способе подробно будет рассказано в лидерской части, что для этого нужно, как его можно реализовывать с минимальными денежными затратами. Обо всем об этом будет рассказано в лидерской части. И те, кто захочет, этот способ уже получит готовый. Только пользуйтесь. Конечно, вариантов приглашений, их значительно больше. Но не надо сразу пытаться изучать их все. Рекомендация следующая. Начните с самого простого. Поэтому, коллега, что тебе нужно делать, для того, чтобы все-таки получить именно результат? Начни, в первую очередь, с одного способа. Я рекомендую начать со способа пригласить наш командный сайт по своей ссылке. Возьми свою ссылку, войди в раздел статистики, найди его и начинай приглашать. Для того, чтобы четко понимать, какой способ приглашений на сайт у тебя работает наиболее хорошо, начни в начале с первого способа. Это рекламный пост. Размещай рекламные посты на своей стене и в группах. Твоя задача выйти на хотя бы 50 переходов по своей ссылке в день. Это очень легко выполняемая задача. Покажу конкретный результат, который был сделан 2 и 5 ноября. Это как раз дни вебинаров. Вот 42 перехода и 54 перехода. Все эти переходы были получены за 1 час. Трансляция у нас начинает в 19 часов. В районе 6 часов я открываю комнату Zoom. И вот за час с 6 до 7 я размещал ссылки в целевых группах. Вот посмотрите. 40 и 50 переходов. То есть это переходы полученные за 1 час, размещая рекламный пост или точнее рекламные посты в группах в Facebook. Сейчас я специально создаю достаточно много картинок для того, чтобы именно постить по группам. И размещение всего лишь в 30 или 35 групп дало такое количество переходов. Потрачено было на это 1 час. Для удобства работы группы, в которых были открытые стены, собирались вот такой вот список таблицы Excel. Вот эта группа, которую я запостил. Я в них размещал ссылочку на эту группу для того, чтобы было удобнее потом переходить. И делал какую-то пометочку. Например, вот в этих группах пост размещается не сразу, а после модерации. То есть если мой пост не появился в этой группе, я эту группу просто из списка удалю. То есть приглашение на наши мероприятия, по мнению администраторов, не соответствует тематике этой группы. То есть повторное размещение в этой группе, это просто трата времени и лучше эту группу удалить. Список групп позволит вам сократить время при повторном размещении. Поработали с рекламными постами. Уделите этому неделю. Вы прям неделю занимаетесь только размещением рекламных постов в группах и на своих страничках. Посмотрите статистику, как она у вас меняется. То есть какие цифры вы получаете в эти дни, когда вы активно размещаете. Причем рекламные посты в группах будут вам приносить переходы еще несколько дней. Поработали с рекламными постами. Переходим к следующему варианту приглашений. Это личные приглашения. Здесь, конечно, одной недели мало. Уделите этому варианту хотя бы две недели, чтобы понять, как это работает. За две недели вы подберете свой стиль общения. Найдете правильные слова, на которые люди отвечают. И опять же контролируете количество переходов. Так как наша сейчас задача приглашать на сайт, не надо вступать в какие-то длительные переписы. Говорите, что обращайтесь с этими вопросами в прямом эфире и вам ответят специалисты. То есть ваша задача просто пригласить на сайт больше людей. Если вы работали с личными приглашениями в социальных сетях, перейдите в мессенджеры. Уже имея опыт переписки в социальных сетях, начинайте это же самое делать в мессенджерах. Посмотрите, насколько эффективнее работа у вас будет идти в мессенджерах. Там люди вам будут просто быстрее отвечать и, скорее всего, результаты там у вас будут значительно лучше. Потому что в мессенджерах, как мы говорили, люди, которые все-таки вас знают. Также отслеживайте статистику, то есть не смешивайте социальные сети и мессенджеры в один день. Потому что вы тогда увидите неверную статистику. Наша задача пока по каждому способу пройтись и понять, какой способ приглашения дает вам лучший результат по количеству переходов. Чтобы в дальнейшем остановиться именно на нем. Или сочетать его и еще какой-то способ. Ну и, конечно, личные приглашения. То есть, если вы встречаетесь с людьми, если вы обзваниваете свою клиентскую базу, однозначно выберите отдельную неделю для того, чтобы поработать по этой методике. Отработали вариант приглашения на сайт. Получили уже практический опыт. Получили самый важный навык. Это переписка. Можете перейти ко второму способу приглашения. Это когда мы занимаемся только личной перепиской. И, находя адекватного человека, приглашаем его не только на сайт, а приглашаем его в нашу комнату Zoom. Если вам попадется очень адекватный человек, вы даже можете пропустить этап приглашения на сайт, чтобы он посмотрел, например, запись уже проведенного вебинара, чтобы понять, как это проходит. Понравилось ему? Приглашаем его в комнату Zoom. Если вам попадается очень адекватный человек, очень интересующийся с конкретными вопросами, вы можете сразу его пригласить в комнату Zoom, чтобы он принял участие в наших трансляциях, задал свои вопросы, посидел, послушал и становился частью команды. Это очень хорошая мотивация. Убедительная просьба. Не размещать ни в каком случае ссылку на комнату Zoom в публичных ресурсах. Не размещайте у себя на страничке, чтобы вы видели все. И, естественно, не размещайте ее в группах в социальных сетях. В комнату Zoom приглашаем, только отправляя личное приглашение в личном сообщении, в мессенджерах, либо в социальных сетях. Отработали способ приглашения именно в комнату Zoom. Оцените, какое количество людей, приглашенных в комнату Zoom, продолжили с вами общаться. Сравните эти цифры просто с приглашением на сайт. Взвесьте то количество времени, которое вы тратите, отправляя людей на сайт, и то количество времени и нервы, которые вы тратите на приглашение в комнату Zoom. Сравните эти характеристики и сравните цифры по количеству людей, которые заполнили контактную форму и которые пошли с вами дальше. Конечно, обязательно сделайте себе визитку. Не сможете сделать самостоятельно, обращайтесь в техподдержку. Визитка это абсолютно несложно, ее можно сверстать даже в Word, разрезать на резаке и получить простые варианты приглашения людей по вашей реферальной ссылке вживую. Просто раздавайте визитку, на которой QR-код, или даже разместите свою короткую ссылку для тех, кто не умеет им пользоваться, но кому удобнее набрать это на клавиатуре. Раздавайте людям, они будут переходить на ваши мероприятия. Вот такая записочка со ссылкой, закодированной и в открытом виде, очень поможет вам, особенно если вы ведете вот такую активную движуху в реальной жизни. А движуха должна быть. У нас отдельный урок посвящен нетворкингу, то есть набору контактов. Этим вы должны заниматься и в реальной жизни, и в социальных сетях, для того, чтобы у вас появлялось больше новых потенциальных друзей, которым вы можете рассказать о компании Vivasan и о тех мероприятиях, которые мы проводим. Итак, пройдитесь по каждому из этих способов, оцените каждый из них, и в итоге выберите то, что ближе именно вам. То есть, возможно, вы сосредоточитесь на личных приложениях в социальных сетях и размещению рекламных постов. Кто-то ограничится только реальными встречами, разговорами по телефону и раздачей своих визитных карточек. Это тоже прекрасный вариант продвижения наших мероприятий. Возможно, он для кого-то принесет значительно больший результат, чем сидение в социальных сетях, смысл действий, в которых вы еще до конца не понимаете. А ваша задача именно подобрать тот способ, который вам понятен и который именно у вас работает. У всех это будет по-разному. Поэтому, коллеги, пробуйте, не совмещайте вначале несколько способов, отработайте что-то одно и посмотрите статистику. Вот эта статистика – это как раз то, что вас никогда не обманет. То есть, вы сразу видите, вот в этот день я работал, в этот день я вообще ничего не делал по продвижению мероприятий. У вас у всех такая статистика есть, и вы ее можете отслеживать, просто войдя в свой личный кабинет с компьютера или с телефона, выбрав сайты подключенные и нажав на зеленое поле с циферками общей статистики, у вас откроется по дням. Итак, коллега, начинайте действовать, будут какие-то вопросы, обращайтесь к пригласившему вас человеку, пишите в наших чатах, пишите в техподдержку, приходите на наши вебинары обратной связи и на наши вебинары, которые мы проводим сейчас в понедельник и в четверг, на которых рассказываем о компании Vivasan, о бизнесе с Vivasan и, конечно, рассказываем о наших замечательных продуктах. Вебинары технической поддержки, скорее всего, будут проходить, опять же, в субботу в 10 часов. Есть возможность, есть вопросы, приходите, буду рад. Оставайтесь здоровы!